БМВ и китайский поисковик сделают самоходный автобус. Обрезки для яблок Тесла начала торговать чехлами для айфонов из-за отходов своего производства. По мановению пальца появилось приложение для изменения реальности. Сегодня начинаем с общественного транспорта от известной компании по выпуску электроники. Это будет не автомобиль, а автобус. На днях была новость о том, что Самсунг займется созданием системы автомобиль без водителя. И о том, что крупнейший китайский поисковик Байду озаботился той же задачей. Сообщало издание Wall Street Journal. И вот новая информация. В этот раз от агентства Reuters. Поисковик Байду вместе с немецкой компанией BMW намерены выпустить самоходные автобусы. В первую очередь говорится об общественном транспорте. Впрочем, частные авто китайцы и немцы тоже хотят научить ездить без участия человека. Первая ласточка, а точнее легковушка с камерой на крыше и прочими узлами, нужными для самостоятельного передвижения, уже прокатилась по улицам Пекина. Кроме BMW будут задействованы средства и материально-техническая база и других партнеров. Но источник из Байду отказался сообщить, какие еще. Если так дальше пойдет, то китайский вариант фразы «передаем за проезд» канет в лету. Троллинг или желание заработать? На сайте компании Tesla в продаже появились новые аксессуары. Вообще-то основная цель Tesla — обеспечить мир электрокарами. Но попутно фирма-миллиардера Элона Маска приторговывает одеждой и аксессуарами. В онлайн-магазине Tesla начали продавать чехлы для айфонов. Они кожаные и сделаны из обрезков материала, которые были использованы для пошива чехлов для электрических автомобилей Tesla. Есть два варианта — просто кейс и leather wallet кейс. Последний снабжен кармашками для банковских карт и наличных денег. По словам производителя, в этой модели есть радиочастотные метки. Они могут блокировать сканирование банковских карт орфитридерами. Чехлы для айфонов из обрезков кожи для салона авто Tesla стоят 45,55 условных единиц. Ученые из Массачусетского технологического института научились изменять реальность с помощью смартфона. Команда разработчиков занималась этой проблемой около трех лет. В результате на свет появилась система, которая может управлять и связывать между собой устройства, относящиеся к интернету вещей с помощью дополненной реальности. Reality Editor связывает AR и систему «Умный дом». Как поясняют создатели, устройство интернета вещей умеет делать жизнь людей удобнее, но обычно не умеют взаимодействовать между собой. «Умные лампы» подстраиваются под уровень освещенности, но не могут переключить канал телевизора, к примеру. Разработанная система позволяет это делать. Reality Editor использует специальные графические метки. Впрочем, позднее, говорят создатели, можно будет обойтись и без них. Видоискатель смартфона направляется на нужное устройство, а затем можно пальцем начертить связи между гаджетами. И тогда, если вы приглушите освещение, телевизор может уменьшить громкость звука. А, например, если скорость вашего авто увеличится, то в музыке прибавится басов. Софт уже доступен в магазине приложений для iOS, однако большинство распространенных умных устройств пока не поддерживают разработанную в MIT платформу OpenHybrid, так что пользователю довольно много придется заниматься самостоятельными настройками устройств. Нужный шум улучшает работоспособность. Мы снова в нашей рубрике об интересных приложениях знакомим вас с апплитами, к которым стоит присмотреться. Эту программу явно оценят пользователи, для которых заведения вроде Starbucks являются культовыми. Впрочем, как отмечают некоторые творческие личности, и в других кафетериях тоже работать от чего-то получается гораздо продуктивнее, нежели дома или на рабочем месте. Под этот феномен решили использовать создатели приложения Кофетивити. Функций у апплита немного. Одна. Она воспроизводит шум-кафетерия. Есть три опции – утренний мурмур, обеденное расслабление и некие университетские полутона. Частью апплит бесплатен, и можно просто взять и попробовать. Ну, кто знает, может годовой отчет и правда сверстается быстрее, если из динамика смартфона будет доноситься позвякивание чашек или болтовня из-за соседнего стойка. Продуктивной работы и приятного отдыха желает всем нашим зрителям. Редакция Пронет прощаемся ненадолго. До встречи в эфире и онлайн на наших страницах Facebook и Twitter. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин